Друзья, добрый день! У нас сегодня очень классный эфир, мне кажется, одна из трендовых тем. И я хочу сразу уже, да, понятно из названия, что это у нас будет эфир по нейросетям. И я также, мне очень нравится, что у нас сегодня такой дружественный, ну, произойдет дружественный диалог. И как раз у нас в гостях сегодня будет основатель компании Dialog Power, это как раз сила диалога, да, сила коллаборации еще в том числе. Будет представитель, руководитель этой компании, потому что он подготовил для нашей аудитории, аудитории клиентов UDES, аудитории партнеров UDES, он подготовил хорошую тему, потому что все продукты digital, они усиливают друг друга. И вот когда к нам в гости приходят представители каких-то других продуктов, других брендов, это здорово, это обмен опытом, мы что-то новое узнаем, мы усиливаем инструменты, которые у нас уже есть в бизнесе. Поэтому сегодня один из таких вот коллаборационных эфиров. Так же, как и мы, как представители UDES, ходим в гости в какие-то другие компании, в другие продукты, да, и знакомим с нашим решением, точно так же приглашаем в гости к себе. Я сама уже в предвкушении по самой теме. Давайте немножко скажу еще о спикере нейростудия Dialog Power, сила диалога я уже называла, да, и наш как раз-таки спикер Платон Диденко. Он сейчас подключится, мы тоже сейчас проверим, что все окей, что все работает, ну и будем начинать. И, кроме этого, еще есть второе агентство, которым Платон тоже представляет, агентство Сайт, которое занимается сайтами, лендингами. И вот ключевое их предложение, это как раз сайты с высокой конверсией, да, ключевая, скажем так, компетенция. Вот, так что сегодня разбираемся с нейросетями, что нам искусственный интеллект может сейчас дать, какие есть технологии, применимые малому бизнесу. Как мы можем вместе наши продукты объединять, у нас уже тоже в Udese, да, есть немножко там чата GPT. Я знаю, что Платон подготовил крутой контент, слайды огонь. Давайте вместе послушаем, будем разбираться и в конце, конечно же, зададим вопросы. Вы вопросы по ходу можете писать в чат, вот, и также эти же вопросы, ну, потом еще в конце мы пообщаемся. Платон, подключайся, пожалуйста. Да, я здесь, здесь, хотел бы коллег порадовать фоном, тут, да, решил, а зачем он нам нужен? Пусть лучше будет, больше дизайна у нас уже в презентации и всего остального. Так, коллеги, всех рад видеть, слышать. Спасибо, Юлия, тебе большое за представление, за рассказ, за возможный прогрев. Вот, давайте тогда начинать. У нас как по таймингу, Юлия, лучше, мы уже пойдем, наверное, не будем дожидаться других коллег, а потом при необходимости, я так понимаю, ну, уже в каких-то личных форматах сможем пообщаться, либо посмотреть запись. Конечно, запись уже идет, все нормально, поэтому я знаю, что просто дневное время, такое время переговора в основном для наших коллег, а предприниматели, ну, тоже бывает, наверное, днем заняты. Так что мы обязательно разошлем запись эфира, выложим в канал, тебе передаю слово, погнали. Да, класс. Да, коллеги, всем добрый день. Рад, что у нас такое оптимальное количество, сможем больше с вами пообщаться, познакомиться и предлагаю как раз с этого и начать. Меня зовут Платон, я основатель компании Dialog Power, либо сила диалога и агентство сайтов, которое сейчас у нас в стадии запуска с партнерами находится. Вот, тоже вкратце про него расскажу, там все техники джедайские, которые мы используем и про которые я буду рассказывать, мы используем именно в этом агентстве. Вот, у меня опыт в продажах порядка семи лет, долго мы всякие шалости делали с стартапами и акселераторами на Дальнем Востоке, отвечал именно за эти кластеры у нас в технопарке. Вот, и на стыке как раз боли в продажах и понимании технологий, как их использовать, пришел к нейросетям. То есть изначально у меня была задача изучить нейросети еще в 20-е годы, какие были там варианты. Все это писалось в коде, очень тяжело и сложно. Сейчас такой маленький спойлер, я думаю, уже многие из вас знают, что нейросети стали очень сильно доступны, доступны почти каждому. Вот, сегодня как раз расскажу, что мы используем у нас в компании и наше видение с точки зрения того, как можно усилить вас, ваши процессы и клиентов ваших в том числе. Вот, давайте, чтобы круг замкнулся, да, и мы познакомились, напишите в чатик, как вас зовут, чем вы занимаетесь, чтобы я именно под вас мог адаптировать контент, делать какие-то отступления, отвечать на вопросы. Вопросы будут в конце, вот, но если что-то будет горячее в процессе, я постараюсь отвечать по ходу, вот, поэтому буду очень рад увидеть ваши имена и направление деятельности в чате. Вот. Так, коллеги, если что, буквально пару секунд, и давайте дальше. Пойдем. Ну, и, соответственно, вторая информация, которая очень важна, важно получить от вас, это понять вообще, использовали ли вы нейросети, вот, рядом с представлением, ну, чтобы было проще, напишите там единичку, да, я использовал, вот, и, соответственно, два, если, ну, что-то слышали, что-то заходили, вот, пробовали, но не внедряли. То есть, в целом, знаю, как работает, но активно не использую. Да-да-да, Юля, я вижу. Да, ну, про это и поговорим как раз. Да, давайте тогда представляться, я пойду дальше. Давайте вкратце о нас расскажу. Вот, мы на рынке с 21 года вообще начинали, как IT-студия, занимались аутсорсингом различных проектов, как IT-команда, вот, и один из таких проектов, которые мы сопровождали, помогали, добавляли, там, различные внедрения и так далее. Это компания Тамору, может быть, вы ее слышали, вот, и мы проектировали, там, блок интеграции, там, если коллегам зайти на сайт, там, моя фотография до сих пор осталась, вот, они сейчас входят в топ-2 интеграторов и платформ, вот, и все наработки, которые есть, они, вот, легли в наши процессы, в наши, наш клад лег в процесс компании, вот, и сегодня буду как раз рассказывать в том числе, как мы платформу используем у нас, вот, и как мы быстро можем внедрять и как раз сотрудников, и в каком формате. Вот, из прикольных моментов, мы тут, можно сказать, не сапожники без сапог, мы специально перед выступлением проанализировали вообще все-все-все наши продажи, там, с 21-го года, вот, мы в 22-м году по всем известным событиям сделали такой большой прям пивот и перестройку, вот, и ушли полностью в нейросети и в роботов от обычного сопровождения, и вот с 22-го года по текущий момент 63% продаж компании сделал наш робот, и это прикольно, то есть мы выделяли прям целевые сегменты, кто нам интересен, где наши технологии могут делать классные результаты, вот, робот звонил в холодную, очень вежливо по всем этапам проводил, шутил и так далее, я тоже вам пример покажу, как это выглядело, вот, и дальше уже вел на встречу. На встречу, соответственно, закрывал человек, потому что важно очень делиться экспертизой именно со стороны тех носителей, да, знаний, со стороны людей, которые разбираются в теме очень глубоко. Вот, поэтому про формат, как это работает, еще поговорим. В целом у нас было там более 340 разных компаний, которые мы уже внедрили в наши технологии, вот, и тут самое главное понять вообще, а что мы внедряем, да, про роботов уже говорил, давайте разберемся, он такое небольшое видео для вас подготовил, давайте как раз посмотрим. Алло. 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 Меня зовут Аня, я менеджер сети турагентства PegasTuristic, я вижу в нашей базе, что вы уже обращались к нам раньше, вам удобно говорить сейчас? Вы знаете, если честно, не очень удобно, я на маникюре. Хорошо, я быстро звоню сказать, что у нас сейчас активно бронирование идет на весенне-летний период, пока еще есть выгодные, очень интересные туры, может, для вас присмотреть что-нибудь? А вы по стоимости сможете, да, сориентировать? По стоимости сейчас не сориентируй, у меня пока нет подругой информации, лучше вашего менеджера вам точно никто не расскажет, я передам, чтобы с вами связались. Кстати, еще есть выгодные варианты от двухнедельных путешествий до туров выходного дня на 2-3 ночи. Может, уберемся? Ну, вы знаете, я даже не знаю, ну, в принципе, менеджер может позвонить, я просто хотела ближе уже там к лету к осени, ну, летом или осенью. Хорошо, а подскажите, пожалуйста, чтобы лишний раз не беспокоила вас, когда вопрос с поездкой может стать для вас актуален? Ну, я думаю, что это где-то, наверное, в мае-начале июня, в мае-начале июня, где-то так. Давайте тогда в мае вы мне наберете. Я записываю. В конце мая. Спасибо большое, что уделили время. Всего доброго. Да, и самое классное в данной ситуации, что робот общается как человек, вот, мы все данные, которые получили в разговоре, можем сохранить в CRM-системе, и дальше менеджер может эту информацию собрать и, зная, что было, в каком контексте и так далее, дальше этого клиента вести или вернуться тогда, когда ему удобно. Поэтому здесь робот говорит как человек, он понимает естественную речь, он шутит, то есть мы прорабатываем эти моменты специально на старте, вот, и при этом нелинейно отвечает вообще на наш вопрос, то есть его перебивают, спрашивают, а что за компания, почему вы звоните, или откуда номер взяли, или мне сейчас неудобно. Ну, и стараемся здесь максимально экологично работать, и это не только исходящие звонки, это обработка входящих, все форматы тоже вам расскажу и покажу. Помимо голоса есть также текстовые решения, которые сильно могут прокачать работу с клиентами. Вот, но если все взять, хочется сказать, что да, робот классный, да, он звучит как человек, он обрабатывает вопрос, да, он данные сохраняет. Но мое мнение, как человек, кто это внедряет, он не может заменить человека. И давайте разбираться, в чем же сам вопрос и почему так. Есть с одной стороны роботы, которые общаются как люди, но не заменят никогда человека. А может ли все-таки заменят? Если посмотреть новости, особенно из прошлого, мы часто видим, что роботы, которые внедряются в компании, по каким-либо критериям не справляются. Вот искусственный интеллект в Amazon ранее закрыли из-за того, что там якобы женщины оказались хуже мужчин, потому что он не совсем был правильно настроен. То есть проблема в том, когда искусственный интеллект пускают в мир, и он работает и изучает информацию сам, он не всегда работает точно, и это может навредить бизнесу и конкретным клиентам. Тоже про это еще расскажу. Вот, допустим, Тинькофф, не буду озвучивать эти громкие негативные формулировки, но вот раньше в Тинькофф банке была такая история, что люди сами могли дообучить робота, то есть он предлагал, и многие ответы, они сохранялись так, как человек их формулировал. Вот, из-за этого был вот такой неудачный клиентский опыт про отпечаток пальца, там, где Олег говорит, пальцы бы вам отрезать. Вот, и кажется, что все-таки, наверное, нейросети еще не так классно работают. Вот, в том числе и была история с Майкрософтом. Все перевели, все нейросети как раз в отделе, он стал ругаться автоматом и стал расистом. Очень сильно зависит, и к чему я так показываю, как мы будем его обучать, из какой информации мы работаем и кто этим будет заниматься. То есть нейросети, они не заменят человека, они могут его усилить при правильной настройке, при правильной подготовке, при вашей экспертизе. Никто лучше, как вы, своих клиентов не знает, и ваши задачи, если оцифрованы, их можно как раз положить в эти процессы внутри нейросети, и тогда это будет классный результат. И тогда нейросети действительно смогут заменить тех людей, которые их не внедряют, которые не изучают контекст материала, не интересуются трендами. То есть важно как раз понимать тренды, понимать, где это можно использовать, и как это можно использовать. И самое главное – передавать нейросетям вашу экспертизу. Очень важно на входе давать верную информацию. Кто-то, я думаю, слышал про промты. Сегодня вкратце тоже про это поговорим. Вот здесь также. Если эти все кейсы соблюдать, тогда будут прекрасные и новости, и результаты у вас в компании. Вот одна из индийских компаний, как раз вообще 90% сотрудников решила заменить искусственным интеллектом, и из-за этого был большой рост как раз по сопровождению, но это задача именно базовой, техническая поддержка. Вот, чтобы наш бизнес существовал, чтобы ваши клиенты были довольны, ваши партнеры и так далее, важно как раз в этих трендах разбираться и усиливать в этом контексте компаний и клиентов. Вот. И давайте немного цифр, почему все-таки важно вот то, о чем мы говорим. Я сторонник здесь аналитики, и вот если брать сейчас в целом весь рынок по состоянию на конец 23-го года, а в 24-м уже тоже промежуточно есть результаты, вот, рынок искусственного интеллекта в мире порядка 200 миллиардов. Вот. И казалось бы, это мир. А что у нас в России? На текущий момент экономический потенциал и в России порядка 36 триллионов рублей. Конечно, сейчас больше занимаются этим направлением и внедряют их активно, и мы про это слышим в новостях и так далее, крупные компании. Яндекс, Бер, Авито. Но на самом деле тут возникает вопрос, возникает вопрос, а нейросети может ли использовать только крупный бизнес? Ну, и хочу я вам сказать, что нет, на самом деле нейросети сейчас доступны каждому, и здесь важно понимать, как мы можем себя усилить, за счет чего. И у нас есть свой подход, который мы используем у нас в компании, и этот же подход мы транслируем и партнерам, и вовне. Вот. Давайте как раз разберемся, в каком формате лучше всего подходить к внедрению, в наше видение. Вот. Первый этап – это как раз понять, как можно усилить себя. То есть нейросети прекрасно закрывают базовые задачи, связанные с различным поиском информации и так далее. То есть проанализировать, где мы неэффективны, неэффективны как руководитель, как собственник, как сотрудник, как партнер и так далее. И выгружать вот эту неэффективность и перегружать, да, эти задачи в сторону нейросетей. Как минимум, как минимум в сторону вот данного логотипа, да, данной компании. Если кто знает, что за логотип, что за компания, поставьте плюсик. Конечно, там в следующем слайде будет информация о нем. Я думаю, многие использовали, и многие уже понимаете, что это чат GPT. Да, и чат GPT – прекрасная история. Я надеюсь, там, каждый из вас хотя бы попробовал, хотя бы испытал, как он работает. Мы его используем повсеместно. Тоже про него расскажу. Если вкратце, чат GPT – это генеративный искусственный интеллект. Он как раз обучался на всей информации, ему дали доступ до 2023 года. Различные книги, материалы, профильные статьи. Внутри чата GPT, так вкратце расскажу, обязательно посмотрите вкладку GPTS. Можно прям отдельно, если что, там, в формате вопросов-ответ, либо лично этот момент проговорить, чтобы не останавливаться. Но там есть прям профильные нейросети, которые могут закрывать задачи. Например, поиск каких-то узких статей или написание контент-плана и так далее. И он обучен именно на этой задаче GPTS, поэтому тоже материалами поделюсь. С вами спишемся после уже выступления, покажу, как это работает. Вот. Поэтому чат GPT прекрасно справляется с этими задачами. Вообще, на мой взгляд, чат GPT – это поисковик будущего. И в целом все генеративные системы, да, которые выдают, соответственно, контекст на основе данных, да, обученных, дают нам ответ на запрос. Вот. И моя основная рекомендация – посмотреть в эту сторону. Потому что прирост пользователей сейчас чат GPT растет. Вот по истечению как раз этого года можно посмотреть, что чат GPT уже по количеству новых пользователей которые конкурируют с ТикТоком, да, который постоянно можно услышать у ваших детей, может быть, родственников и так далее, активно используют. Да, Uber в мире очень популярен. Телеграм, разумеется. И чат GPT уже по количеству пользователей входит в этот топ, и количество пользователей будет расти. Для чего нам эта информация? Важно понять, что конкуренты уже, возможно, это внедряют. Либо люди, с которыми вы работаете, возможно, партнеры, возможно, компании уже это используют. И важно понять, что у вас сейчас есть в контексте, да, и ваши компетенции, ваши знания, инструменты, которые вы внедряете. И как их можно объединить как раз с нейросетями. И вот на стыке, на стыке получить классный продукт. Моя основная рекомендация – заменить полностью поисковики в чат GPT. Я это уже делаю на протяжении года, пожалуй, и это просто суперэффект. Самый быстрый способ разобраться в работе нейросети – это закрыть какую-то большую боль ей. У меня боль была – это как раз эффективность поиска какой-то информации и так далее. Я всегда прихожу в чат GPT. Вот очень простой пример. У меня друзья, сейчас я территориально в Санкт-Петербурге нахожусь, сам родом с Дальнего Востока. Если есть дальневосточники, всем большой-большой привет. Вот. И мне они привезли осьминога. И, если честно, я ни разу не готовил осьминога сам. Он был холодного копчения. И у чата GPT я решил спросить, а что мне вообще с этим можно сделать? Вот. Здесь не было какого-то суперсложного пронта. Тоже про это поговорим. Вот. И он мне дал несколько рецептов. Я сильно скоротил время. И мы приготовили шикарное тако. Тут оно, к сожалению, не попало. Но я никогда не думал, что можно приготовить тако из осьминога. То есть любые вопросы можно решать там. Второй вопрос. Очень банальный. Посоветовать список фильмов. Тоже здесь. Можно описать, задать ему вопрос, к примеру. Можешь ты задать мне уточняющие вопросы, чтобы подобрать фильм по моему вкусу. То есть уточнить. И здесь можно провалиться прям в ваш список интересов. То есть моя большая рекомендация, чтобы понять вообще, как это работает, внедрять в бизнесе и как раз использовать это как поисковик. Вторая задача – это как раз использовать нейросети, тот же чат GPT для выполнения операционных задач. Вот. Помимо GPT есть куча сервисов. Один из них MyMeet.ai. Это, кстати, отечественная компания. Открылись они не так давно, в апреле месяце. Есть различные другие сервисы. Если у вас работа происходит сейчас в Zoom, вы проводите встречи в Телемосте, в Телеграме, ну и в целом у вас есть видео встречи, это супер прекрасный инструмент. Он доступен также в демо-режиме бесплатно. Вы можете добавлять бота прям в ваш вебинар, в вашу встречу, и он будет полностью транскрибировать, переводить в текст всю встречу. Вам не надо делать заметки, вам не надо прописывать большое резюме и так далее. Все эта система сделает сама. Если вы пользуетесь Zoom и думаете, а зачем мне нужен MyMeet, в целом у меня же есть чат GPT, вы можете сделать запись встречи в Zoom. Вот. У вас там сохранится текст в этой записи, и вы эту запись можете на транскрибацию также отправить в GPT. Вот. MyMeet – это больше такое удобное решение. Коллеги мне не доплачивают за их рекомендацию, но мы их активно используем. Вот. И тоже рекомендую. Вот. Большинство клиентов очень эмоционально реагируют, когда какой-то еще бот подключается параллельно, и когда мы рассказываем, что это и для чего, это прям вызывает большой вау-эффект. Так, закрываем small talk как раз на старте. Вот. Помимо этого, если возвращаться к чат GPT про операционные вопросы, у нас есть в штате юрист. Мы к нему часто обращаемся, тоже его обучаем использовать GPT в разных вопросах. Но вот у нас по новому направлению, которое мы сейчас запустили, это компания сайт, наше агентство по разработке сайтов высококонверсионных. То есть мы за счет нейростей знаем, как конверсию получить, прям максимальную из показа в заявку сайта. И вот нам тут надо было с сотрудниками уточнить некоторые моменты по юридическим аспектам в договоре. И вот я решил спросить у чат GPT. Вот у нас есть договор конфиденциальности, есть некоторые внешние коллеги. Изучи, пожалуйста, материалы и подсвети, что можно доработать в этом документе. Соответственно, мы сделали. И можно подвести резюме. То есть что я узнал, а что я получил, когда ты мне написал этот ответ. И он мне написал краткое резюме. Этот документ говорит о том, как две стороны договорились обращаться с важной информацией так, чтобы она оставалась секретной. Давайте разберем, что они обе обязались делать. И дальше по пунктам. То есть несмотря на то, что эта технология, она международная, да, и его обучали очень много не на наших нормативных базах, он прекрасно справляется с этой информацией. И более того, маленький спойлер, он может искать материалы в интернете. Тоже про это скажу. То есть можно прямо через... он сейчас имеет в платной версии в подписке 4.0 доступ к файлам в сети. То есть ему правильно надо задать как раз этот промпт. Про это тоже скажу. Дальше работа с документами. Вот как раз мы, когда проводим встречи с нашими клиентами, вот один из наших коллег, из членов команды, закинул следующий запрос. То есть ты лучший эксперт по экспорту из Word в таблицу Excel, твоя задача изучить документ, перенести ее содержимое в таблицу с двумя колонками, а также добавить название каждой группы и так далее. То есть у нас был заполненный бриф в тексте. Задача не переносить вручную его в Excel, не использовать какие-то не совсем понятные и кривые транскрибаторы, которые есть различные. Вот мы сделали через чат GPT. Вот, на что он рассказал, что он сделал, и тут у нас есть ссылочка на сам файл. То есть он может работать с вашими документами. Он может также анализировать, не буду сильно углубляться, статистику по вашей информации, там, к примеру, выгрузка по заполненным Google таблицам, каким-то формам. Вот, он может проанализировать отзывы и так далее. То есть, ну, на самом деле, большой пул работ. Про отзывы и остальное в маркетинге расскажу, тоже про него поговорим. Вот, поэтому документы можно доверять GPT. Есть тут, конечно, некоторые особенности с точки зрения юридических аспектов, потому что все равно мы часть документов отправляем. Да, 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 вижу, Елена, что написали. Следующая платная версия. Вот, моя рекомендация, если у вас, ну, штат, как минимум, там, есть вы и ассистент, точно на двоих взять платную подписку. Вот, она стоит не так много, порядка 24 долларов. Если будут сложности, то же можно будет мне написать, расскажу, как его подключить. Вот, и это сильно экономит много средств на тех же дополнительных специалистов. Там, юристы, ассистенты и так далее. То есть, по точным вопросам. Фундаментальные вещи точно надо обращаться к специалистам. Тоже про это скажу. Вот. Третий этап, куда я посмотрел, это усилить маркетинг с помощью нейросетей. Тут очень много разных решений, которые используются в рынке. Вы 100% слышали про нейроаватаров, про создание контент-плана через чат GPT. Сейчас об этом говорят все. Я туда не буду сильно углубляться. Если у вас появятся прям точные запросы, мы сможем разобрать. Ну, вот тут просто я так частично выгрузил то, что мы используем там на первом контуре. И действительно много всего тот же чат GPT может нам сделать. Это исследование рынка. То есть, мы можем попросить проанализировать, какой объем там в России, в городе и так далее. Из доступных материалов он ответит и соберет информацию. Вот. Исследование продукта. То есть, если вы проводите касс-девы или проблемные интервью, в целом общаетесь с клиентами, он может проанализировать это. Вот. И на основе полученной информации уже дать результат. Вот. Исследование целевой аудитории. Работа с SEO и так далее. Я не говорю уже про создание креативов в других нерастях. Но у нас, к сожалению, время ограничено. Поэтому пока так базисно. Если нужна будет глубина, пишите. Тоже про это. Там уже неоднократно говорил. Мы разберем. Вот. Что используем мы? Такой простой пример. Мы тут не придумывали сложный промпт. Это специально я попросил добавить. По той причине, что необязательно по каким-то критериям промпт писать. Маленький лайфхак. Если вам нужно написать промпт, то есть запрос в чат GPT, и вы не знаете, что писать, вы можете спросить его. То есть не надо проходить обучение, не надо покупать курс, как писать промпты. Вы можете спросить у чат GPT. Я хочу решить вот это. Хочу получить вот то. Как мне правильно тебе это донести? Как правильно сформулировать запрос? И он вам подскажет. И это такой простой лайфхак, но он работает. Вот здесь по анализу конкурентов. Я у чат GPT спрашиваю, а как он может мне помочь с анализом? Вот. Он дал мне различные варианты. На что я ему говорю, давай, отлично. Давай сделаем полный анализ моего конкурента по всем перечисленным пунктам. Вот. И мы в качестве примера просто одного из дизайн-студий взяли. Вот. На что он выдал прям полноценную информацию. Он проанализировал сайт. То есть я отправил этот сайт вот здесь. Он его посмотрел, изучил. Изучил сторонние источники. Вот. Сделал обзор сайта, обзор пользовательского интерфейса. Посмотрел соцсети, сделал свот-анализ и многое другое. То есть мы можем даже делать так. И та информация, которую мы получали, долго ее обрабатывали, можно получить под клип. То есть это очень удобно. Поэтому если у вас будут вопросы по применениям, здесь специально вывел мой телеграм. Можете его отсканировать. Мне написать просто секретное слово UDS. Вот. И мы с вами как раз по каким-то личным задачам сможем в том числе проговорить. Вот. И самое главное, самое главное, частично там вышли материалы, во-первых, тех нейросетей, которые мы используем. Вот. И если возникнут сложности по чат GT, тоже отправим инструкцию. Вот. Поэтому пишите запрос, не стесняйтесь. Мы все коллеги, мы тоже клиенты UDS, я тоже про это расскажу. Буду рад помочь. Вот. Давайте пойдем дальше. Четвертый этап – это когда мы уже уходим в глубину. Ну, то есть и вообще в целом наша задача предпринимателей с минимальными действиями, да, получать максимальную прибыль. Вот. И нейросетети очень часто здесь помогают. Вот. Не только получить больше клиентов и получить, да, больше прибыли, но и оптимизировать расходы. Вот. Давайте как раз разберемся, как это можно сделать. Вот. Самое простое – это, конечно, начать с работы с клиентами. То есть как вы сейчас с клиентами работаете. Можете прописать, потому что у вас есть прекраснейший инструмент, вот, который нас объединил, да, и мы встретились здесь не просто так. Как вы там их уведомляете об акциях. То есть это какой формат вообще взаимодействия. Тоже будет очень ценно, если пропишете. Вот. И там уже мы с вами тоже более конкретно разберем. Вот. Дмитрий использует UDS. И благодаря Дмитрию спасибо тебе большое. Мы используем UDS тоже. Это шикарный инструмент. Про формат как раз UDS тоже расскажу. Да, на самом деле самое ключевое – это CRM-маркетинг. CRM-маркетинг – это то, как мы много касаний делаем с нашим клиентом, чтобы он помнил про нас, он знал о наших продуктах, он не забывал, и мы постоянно были в поле его зрения. То есть если у вас длинный цикл сделок и там цикл сделки, там, месяц и так далее, очень важно напоминать. Помнить про дни рождения, то, что прекрасно закрывает UDS. И в целом с ними взаимодействовать. Каждое касание. Не зря я сюда такую картинку добавил. И вообще я очень люблю мемы и фильмы. Вот. Поэтому тут будет много разных отсылок. В конце, если что, можем прям отдельно разобрать, если что-то не поняли. Вот. По ним пройдемся. Да. И тут ключевой вопрос. Я так понимаю, все уже ваши клиенты используют UDS. УDS. Поставьте плюсики, если так, чтобы увидеть, сколько здесь людей, кто активно всех перевел на эту платформу. Вот. И если они используют, у вас есть на самом деле много-много преимуществ, которые на стыке как раз объединения UDS и нейростей можно сделать большой эффект по приросту новых пользователей. Вот. Отлично, Алексей. Вижу. В процентах еще указали. Круто. Вот. В чем его преимущество? Преимущество в том, что у вас уже есть контактные данные. Пользовательский путь клиента. UDS снимает прекрасную аналитику по всем этим данным. Вы можете уже на основе этой информации планировать рекламные кампании Черчат-GPT. Вы можете на основе этой информации настроить продукты по типу разговорных и текстовых роботов, которые могут делать дополнительные касания. Вот. Про это тоже расскажу. То есть у вас сейчас оцифрован процесс. Вот. И моя главная рекомендация, если вы работаете с клиентами, и перед тем, как внедрять нейросети, вам важно их максимально оцифровать. Тогда вы точно сможете эти данные приложить в нейросеть, либо передать экспертам, кто разбирается в этих нейросетях, и сделать классный результат. То есть здесь важно работать с данными. Вот. Поэтому мы здесь на объединении как раз наших компаний пришли к такому шикарному решению, что у вас есть данные. Вот. Мы тоже клиенты. Мы сейчас оцифровываем наших пользователей. Сейчас на этом этапе находимся. Вот. И далее именно по ним будем запускать наш продукт. Вот. Давайте как раз расскажу более подобно, в каком формате. То есть тот самый умный робот, который вы слышали, один из наших продуктов. В чем его преимущество? Если мы звоним по базе нашей, вот, либо по спящей и так далее, про варианты расскажу, у нас конверсия в разговор к правилам 65%. Это в среднем как у человека. Робот этот не устает и не болеет. Вот. Он проводит клиента по всем правилам продаж, что очень важно, то есть отрабатывает возражения. Он разгружает менеджеров от монотонной работы. Я звонил в холодную, у меня был такой опыт, и это очень сильно, очень сильно опустошает. И, конечно, такие процессы в некоторых сферах, особенно логисты, если у нас тут есть, и так далее, они понимают. Плюс есть просто какие-то задачи регулярные. Это HR-задачи, прозвон кандидатов и так далее, которые тоже можно автоматизировать. Вот. Из плюсов прозванивает 5000 контактов в час. Можно больше. У нас один из кейсов был, где мы 120 тысяч за сутки отзвонили. Вот. И все материалы, которые нужно достать клиенту, он отправит. Поэтому и сохранит в CRM. И это классно закрывает как раз общение с ним и задачу в звонке. И самое главное, нейросети, их преимущество, они обучаются дальше. В том числе и наши продукты, которые мы делаем. То есть здесь связки как раз с экспертом, кто понимает, как это работает на нашей стране. Да, это выделенные люди специальные. Вот. Они дообучают вручную, чтобы не было вот той информации, как пальцы вам отрезать. Да, без этого. Вот. И в целом робот закрывает огромный пул задач и выглядит примерно так, да, как Доктор Стрэндж в Марвеле. И это классно. Вообще, где их можно использовать, эти голосовые роботы и текстовые в том числе? Конечно же, в продажах. Это активация спящих клиентов, продажи уже по действующим, просто информирование, работа с клиентами. То есть если здесь есть как раз у нас компании из сферы бьюти, кто предоставляет услуги, здесь как раз контроль качества можно настроить. И после оказанной услуги робот позвонит, соберет обратную связь и сложит эти все данные. А если у вас еще и настроена аналитика через чат GPT, здесь можно и получить прям конкретную историю. Вот. Поддержка клиентов, работа с сотрудниками. Вот. Давайте копнем чуть глубже и посмотрим, что есть. Вот. Первая продажа по холодной базе. У нас робота, робота мы самостоятельно там использовали нашего под эту задачу. Вот. Немножко поехал слайд. Мы в четыре раза снизили стоимость лида, запускали ВКонтакте. Тут видно 2180 рублей у нас обходилась заявка и 520 рублей наш робот выдавал. Именно вот по той технике, которую мы, ну, я включал, показывал в начале и о ней рассказывал. И у меня была вот такая вот эмоция в моменте. Я такой, блин, вообще, что происходит? Зачем мы вообще ВКонтакте настраивали? У нас же робот приносил результаты. Давайте дальше работать. И это прикольно. Вот. Следующая сфера, которую точно я рекомендую использовать роботов, это активация спящих клиентов. Это те клиенты, которые у вас есть в базе, но которые не купили, которые уже получили много уведомлений, вот, но почему-то не дошли. И важно понять, почему же они не дошли до вас, не купили и так далее. То есть можно сообщить об акции, о каких-то других материалах и так далее. Вот. У нас один из клиентов как раз во Владивостоке, компания, которая занимается доставкой еды, вот, они собственную базу прозвонили. Оказалось, что 70% активно была. И вот 9,5% те, кто не заказывают услуги сейчас, согласились на доставку. Удобно? Я думаю, очень. Вот. Контроль качества. Другая у нас задача, которую мы закрываем. Здесь тоже прикольно. Если кто сейчас находится в Санкт-Петербурге и в целом слышал, компания Прагматика, это большой дилерский центр. Вот. Мы полностью заменили у них контроль качества нашим роботам. То есть после оказанной услуги звонит робот, спрашивает, все ли понравилось, как оцените и ряд еще других вопросов. Вот. Раньше, когда звонил человек, это было очень долго, на протяжении, как правило, двух-трех месяцев, и проходило 50% опрос. Сейчас мы можем звонить всю базу за день, вот, и он звонит сразу после услуги, то есть настраивается через CRM. И 68% у нас проходит до конца внедрения. После внедрения люди по опросу. Круто. На мой взгляд, тоже классный контекст. Вот. Если вы работаете сейчас в сферах, где у вас много именно входящих заявок, это, опять же, может быть, бьюти, это может быть фитнес-центры, это бронирование мест в каких-то ресторанах и так далее, то вот здесь как раз обработка входящих звонков прекрасно робот тоже закрывает. Может быть, слышали, есть компания Цветовик, крупный маркетплейт цветочный. Вот у нас сейчас полностью все заявки, которые можно позвонить. Только не рассказывайте, что я вам про это сказал, вот, потому что они не очень любят, когда я про них рассказываю, потому что потом наши потенциальные там партнеры и так далее звонят и перегружают линию. Ну, в целом, можно будет мне написать, я тестового робота там дам, либо позвонить прямо в компанию. Вот. Там обработка входящих заявок как раз все происходят роботом. 30% мы сократили фото. Тоже классное решение. Вот. Для тех, кто думает, что голос не сильно эффективен, и это действительно в некоторых сферах так, есть AI-ассистенты, это текстовый бот из C. И, возможно, кто-то уже что-то настраивал, внедрял. Важно понимать, если настраивать его через чат GPT, чат GPT, к сожалению, начинает врать. И выдумывать факты, и это может сказаться на бизнесе негативно. Вот. Но если настроить должным образом, то, во-первых, текстовые роботы могут автоматизировать всю рутину, закрывать задачи в продажах и маркетинге, в найме персонала и в других задачах. Вот у нас один из кейсов. К сожалению, там название компании мы не можем в полной мере рассказать. Одна большая пекарня. Вот. Они принимают обработку всех заказов, заявок и в целом узнать наличие товара через бота в Телеграме. Вот как раз у нас на стыке нашей платформы и чат GPT есть решение, и он на все эти вопросы отвечает. Мы снизили расходы на обработку заявки. И самое главное в обработке заявок, работы с сайтами и так далее – это быстрый ответ. То есть важно быстро обрабатывать заявку. Вот. И если входящее обращение пришло, здесь как раз прекрасно помогает робот-сети. Вот. Та связка, которую я рекомендую. То есть если у вас действительно обращений много и вы часто обрабатываете заявки в разных мессенджерах и так далее, здесь шикарно помогает как раз с этой задачей справляться я и бот. Его можно собрать на клоуде самостоятельно. Ну, для этого прям нам отдельная встреча нужна. Либо как раз обратиться к тем, кто собирает, и внедрить его полноценно. Лучше всего прикручивать как раз бота к сайту, к мессенджерам, чтобы человек на пике его интереса не пропал. Он получил ответ и дальше ушел на следующий этап воронки. Это прям важно. Вот. Пятый контур – это после того, как вы уже разобрались с личными задачами, с оптимизацией процессов классических, маркетингом, работ с клиентами. Это оптимизирует расходы на команду и контроль за ней. Вот. У нас есть как раз один из продуктов. Вместе с партнерами мы его делаем. Это искусственный интеллект для оценки работы отдела продаж и колл-центра. Дэшборд очень хорошо работает в общепите и в целом в сферах, где много звонков, много исходящих и так далее. Здесь можно тоже придумать решения такие укороченные и так далее через GPT. Вот. Можно обратиться как раз к нам и получить там расширенный такой дэшборд. В чем преимущество? То есть есть возможность через нейронку прогонять все записи звонков и получать при этом ответы от нейронки в виде того, кто с задачей справляется лучше, где менеджер не дожал, где не довел, или если это там хостес и обработка ходящего вызова, к примеру, как неправильно он отработал в разговоре, ну и так далее. То есть можно все эти моменты на старте учесть. Вот. И как это выглядит? То есть мы обучаем нейростеть, берем ваши скрипты, и в целом любое внедрение, оно идет как раз от вашей экспертизы. Это прям важно. Далее. После полученных скриптов система переводит звонки в текст. После этого мы находим ошибки. Вот. Менеджером разбиваем уже звонки по типам скриптов. Вот. Дальше система дает рекомендации в повышении эффективности каждого сотрудника. И после этого мы уже... Так, одну минутку. Да, и после этого мы уже внедряем как раз рекомендации, которые дал ИИ менеджерам. И компания, в свою очередь, получает прирост по обслуживанию, классные результаты на выходе. Это когда у вас большой поток клиентов. Если у вас есть возможность слушать самостоятельно, здесь также можно прибегать к опыту ChatGPT. Вот. Просто транскрибировать звонки. С Zoom и с MyMeet я вам сказал, как это можно сделать. В данном случае можно просто тоже через некоторые сервисы. Вот. Если у вас такая задача есть, можете тоже написать. Я рекомендации дам по тому, как можно автоматизировать. То есть перевести запрос в текст и после этого уже с ним работать. Вот. Вот компания как раз вместе с партнером, которого внедряли, Джокер Авто. Вот. Здесь количество менеджеров сократилось на 30% с помощью вот данной системы. Не потому что их уволили, а потому что функция прослушивания, она отпала. То есть мы передали систему. Вот. Увеличили качество обслуживания на 5%. И а то клиентов тоже снизили. Вот. Экономия на фоте у нас получилась тоже прекрасная. Вот. Больше кейсов можно посмотреть по данному QR-коду, который внедряли мы. Кому интересно, если что, пишите. Вот. И давайте как раз к самому интересному. А как вообще подойти к внедрению? Вот. Так. QR-код. Давайте вернусь. Буквально пару секунд и переключаю. Все. Если что, будет запись. Если не успели, можно писать, будет модератором. Тоже контактами, там, всеми данными поделимся. Вот. Мое главное заключение. То есть самый лучший рост для бизнеса будет именно тогда, когда мы все-таки нейросеть объединим с человеком. Эти люди – это вы, это носители экспертизы, кто понимает, как правильно именно в этом бизнесе, в этой сфере внедрять эту нейросеть. Тогда мы можем получить шикарный результат, не как на тех кейсах, которые я показывал там ранее. Вот. Соответственно, тут экспертом также по ИИ могут быть со стороны другие компании, эксперты, например, мы. Вот. И на стыке вот экспертиз как раз получается лучшее внедрение. Вот. Мы создаем роботов от людей, да, и для людей. Вот. И здесь наши продукты как раз помогают усиливать менеджеров, как я уже говорил, продаж и пол-центрах. Вот. Ускорять HR-специалистов, если нужно. Ну, и, соответственно, собственников делать счастливыми, партнеров и так далее. Вот. И все это, конечно, с нашей поддержкой. Вот. Потому что важно в этих процессах разобраться и понять, как это все устроено. Вот. И тут вопрос ключевой. А как вообще подойти к внедрению нейросетей? С какой стороны? И в целом, как вот этот цикл взять? То есть сначала важно, то есть в первую очередь, проанализировать вообще все ваши процессы и потребности в компании. То есть разложить прям по этапам. К примеру, там блок финансов, блок продаж, там наймы и так далее. Понять, где болит больше. Можно узнать у сотрудников, я думаю. Можно узнать у ваших клиентов, да, с кем вы общаетесь, кому вы помогаете внедрять. Вот. Как раз EDS. Потому что вы уже знаете, что у клиента болит. Вот. Далее после этого определиться с целью. А что мы хотим получить? То есть какой результат должен выполнять именно данная нейросеть и вообще, что мы хотим получить? Вот. После этого мы уже анализируем весь процесс. То есть мы уже взяли, к примеру, это работа с клиентами. Понимаем, что у нас есть сложности как раз с обработкой входящих звонков. У нас трубки не берут вовремя, мы, соответственно, не успеваем там ответить всем. У нас сезонный бизнес, пиковые нагрузки, иногда трубку не берем. Вот. Наша задача ответить всеми вовремя и всех привести к продаже. Понятно. Дальше проанализировали процесс, из-за чего вообще это происходит, в чем сложность возникает. После этого мы уже выделяем задачу для нейросетей. То есть что из данных блоков хотелось бы нам автоматизировать. То есть самое ключевое. После этого мы выбираем каналы. То есть какие нейросети, какие сервисы используем для настройки. Можно спросить в чат GPT. То есть он тоже может здесь порекомендовать. То есть у меня вот такой-то квест, я хочу это решить, с помощью чего я могу это сделать. То есть тоже прекрасная история. Вот. И после этого определяем уже набор инструментов. То есть это как раз наша нейросеть, вот, которую мы используем. И находим дальше проверенного разработчика, либо делаем самостоятельно. Тут зависит от бюджетов и от скорости, да, и какой результат хотите получить. Вот. Все это выглядит тяжело, возможно. И после того, как я обычно это рассказываю, у кого-то там может помутиться сознание, вот, кто-то наоборот максимально в контексте. И вот если у вас голова болит, вот, есть какие-то сложности, есть наш QR-код на как раз платформу EDS, где мы сейчас уже завели там часть наших продуктов. Вот. И дальше будем это развивать. Вот. Соответственно, можно написать мне. И мы договорились как раз с коллегами из EDS, что я максимально индивидуальном формате постараюсь с каждым пообщаться, поговорить, чтобы донести ценность, так как мы все коллеги, и в целом мы сейчас планируем как раз EDS в том числе внедрять нашим клиентам, потому что у нас тут потребности прямо на стыке. Вот. Поэтому пишите. Спасибо вам большое за внимание. Я предлагаю перейти к вопросам. Я надеюсь, коллеги, я был в тайминге, вот, старался чуть скорее. Вот. Если есть прям какие-то конкретные вопросы, давайте по ним пройдемся. Ой, Платон, я думаю, ты вообще отлично по таймингу. Все. Я на одном дыхании просто прошел там чуть меньше часа вебинар. Ну, слушай, в диком восторге, честно. Вот не, как бы, не хвалю там, потому что надо, да, потому что это реально. Спасибо. Я просто это пропускаю через задачи своих клиентов, и у меня тоже есть компания, это, ну, издательство и там рекламные услуги. Я вот понимаю, что, ну, точно надо с тобой пообщаться, что там много чего можно, потому что сейчас персонал — это боль. Это всегда, в принципе, была боль, а сейчас особенно, потому что и поколение меняется, да, кто приходит работать, и вот, ну, ценных сотрудников очень мало, и поэтому хочется то, что ты сказал, их экспертизу соединить с искусственным интеллектом, и это вообще бомба, поэтому я прям, правда, в диком восторге. Мне кажется, мы тебя плохо продавали с точки зрения, чтобы все дошли, но мы это сделаем с записью, порекомендуем в ближайшее время обязательно посмотреть. Ну, да, очень будет интересно. Ребят, если вот хоть нас не так много здесь, но мы все в тельняшках, да, чтобы вопросы, если у вас есть, вы задавали. Можете написать их в чат быстренько, а я пока вы здесь что-то... А, вот есть складочка вопросов, пока нет, чат тоже нет, ну, в общем, ждем. Да, у меня сейчас ключевая задача вот на данном эфире была как раз дать вводный экскурс, потому что все, что мы обсуждали, к сожалению, в рамках тайминга у нас не получается сделать прям полноценный воркшоп, и поэтому, если будут какие-то точечные вопросы, как я уже говорил, там контакты мои есть, можем прямо разобрать. Да-да-да. Да, круто. Да, потому что... Конечно, хочется, вот знаешь, у меня, допустим, поскольку, ну, я там понимаю, что такое GPT, где-то какие-то задачи, там какие-то нейрооткрыточки, там что-то такое постишь, но вот именно для вот таких целей, как ты сегодня показал, особенно, допустим, вот даже пример был с расшифровкой эфиров, ну, в смысле конференции, которые там планерок какой-то, это же дикий ад просто запомнить, что мы там обсудили, кто что сказал, к чему пришли и какое у нас резюме. И мне кажется, что если даже запустить туда такого бота, робота, да, то в конце люди начнут более четко даже формулировать определенные свои мысли, чтобы он их тоже понимал и чтобы он проще это все, как бы, потом резюмировал. Классная вещь, вот точно у нас очень много же там по работе всегда планерок и очень много встреч, переговоров с клиентами, либо во внедрении, допустим, продукта, рабочих встреч, да, где тоже что-то получается. Кайф. То, что делаете вы, если я правильно поняла, вы, по сути, как бы анализируете такую воронку продаж клиента, да, бизнеса, и в ней ищите подходящий набор инструментов, которые вот задачи решают. То есть понятно, кто-то, вот я, например, по своему бизнесу могу сказать, у нас точно есть рутинные продукты и цикл какой-то в воронке по таким, ну, допустим, там люди размещают частные объявления в телеграм-канал, в газету, вот, и периодически менеджеры, когда заканчивается у них период размещения, они звонят и продлевают, ну, типа, будете продлевать. Ну, это же просто база, да, как бы тут сам Бог велел уже это делегировать, не человеку, потому что это типовая вообще, абсолютно типовой скрипт, и можно гораздо больше там задействовать в реанимации, базы и так далее. То есть вот для себя очень много, например. Да, 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 кстати, прекрасно пишут скрипты. Вот, у нас сегодня один из наших аналитиков, то есть у нас экспертиза же большая. Мы скрипты для наших разговорных и текстовых роботов, особенно там первые вариации, мы пишем сами, то есть изучаем как раз с помощью там нейростей и так далее, там записи как раз звонков, смотрим материалы, ну, и знаем, как именно скрипт правильно написать, чтобы он в роботе сработал лучше всего. Вот, и мы тут в связке работали с чатом GPT по одному из проектов. Вот сейчас мне, там, я увидел в чате, меня отметили там ребята и в производстве говорят, блин, выбрал клиент скрипт, который написал чат GPT, а не я. Блин, у меня отнимает фото. Да, поэтому, да, бывают и такие кейсы. Вот, поэтому большая рекомендация, то есть главная мысль, которую я вот хотел донести, это как раз, что, ну, сделайте нейростейте часть своей жизни. Вот, ну, и на самом деле там в свое время у нас такая была чуть ленивая модель, у нас так как робот сам себя продавал и в целом было все прекрасно, мы начали историю как раз с Reels, маркетингом вот с точки зрения социал-медиа, SMM, да, и так далее. Вот, поэтому сейчас мы в эту историю идем, уже у нас там подготовили стратегию, и благодаря тому, что сейчас есть те сервисы, которые мы уже и сегодня обсуждали и так далее, мы можем это сделать сильно быстрее. То есть кто-то говорит, что SMM поздно приходит в 2014 году, вот сейчас сильно проще к этому прийти. Да, вот теперь уже видим два вопроса, давай как раз их разберем. Да. Так, подскажите, если компания производит товары для фермеров, тут можно через голосовых ботов сделать абзон по клиентской базе, которую заранее чат GPT сформировать из социальных сетей, холодная база, например. То есть, допустим, лидов каких-то пособирать в интернете, которые имеют отношение к фермеру, да, там, ЛПР и прочее, и, собственно, по ним потом бахнуть холодный такой. Да, конечно, конечно. Это одна из основных задач. Надо понимать, что за продукты, какой средний чек, то есть здесь понимать окупаемость этой истории, потому что в целом, если смотреть, есть там инструменты, которые на холоде работают неплохо. Вот, это по типу WhatsApp, просылок и так далее. То есть, если ваша сфера позволяет, и в целом там зависит от продукта. Вот. А робот, он эффективнее с точки зрения как раз квалификации. То есть, мы, если звоним, мы можем понять, во-первых, актуально, не актуально, и квалифицировать его, понять, идеальный он клиент для нас или нет. Вот. Или выйти на ЛПР. То есть, у нас робот, когда звонит, он может попросить соединить как раз с директором. Вот. И далее уже... Или дождаться на линии, когда ему ответят, а потом его переадресуют. Вот. И далее уже общаться. Поэтому точно, да. Вот. Ну, если будет... Я думаю, тоже, да, потому что вот здесь как раз узкая сфера, и тут чем легко бы квалифицировать. То есть, наш не наш, из-за того, что, ну, там, кормовые добавки, корма, там, какая-то расходники для животноводства и так далее. Тут очень четко, мне кажется, тут будет достаточно дешево, ну, такой недорогой вариант всего этого. Хороший вопрос, Елена. Ну, по поводу сбора базы тоже есть. У нас коллеги-партнеры, если сделаете сами, у вас есть понимание, как вот именно максимально точно вытащить потенциально клиентов, то точно стоит. Вот. Если пока еще есть вопросы, то, ну, покажем и расскажем, как это можно сделать и кому обратиться. Поэтому точно можно будет решить. Вот, у Альбины, вижу, интересный очень вопрос, да, и в случае вообще импортозамещения. В целом, этот вопрос, он такой достаточно фундаментальный, и тут зависит от того, что мы хотим получить. Если сейчас говорить про решение какое-то быстрое, да, и использование под личные задачи, ну, я не пропагандирую, конечно, использование VPN, обхода и так далее, но вот это та реальность, с которой мы живем, и это можно использовать. То есть, с точки зрения стоимости и результата, GPT сейчас дает лучший эффект. Вот. У нас есть классные игроки в рынке, это Яндекс. У них есть собственная система, можно также с Яндексом GPT пообщаться. Вот, и с точки зрения задач для бизнеса, он не всегда пока что суперэффективен, то есть он с данными работает, но я думаю, мы сильно эту историю прокачаем, и сейчас, ну, все понимают, что в текущих реалиях надо внутренние продукты развивать, поэтому решение, я думаю, от Яндекса точно появится. Есть альтернатива, то есть если у вас компания большая, у вас есть ресурсы в большом объеме, можно нейросеть создать прям под вас, то есть все вот эти базы, наработки, чат GPT и так далее, они на самом деле доступны, их не ограничивают разработчики специально, чтобы технология эта продвигалась и развивалась. Вот, можно выделить прям сервер под вас, поставить вот это ядро нейросеть, как раз загрузить на сервер, но это будет там очень дорого, там уже порядка не тысяча, а миллионов рублей, но в целом такое решение есть. То есть если резюмировать, для личных нужд и быстрого внедрения я бы рекомендовал GPT, ну, и использовать, соответственно, VPN. Если в рамках политики компании, в целом просто каких-то личностных моментов тоже здесь максимально уважаю и подхожу там с, ну, максимально лояльно к этой истории, вот, можете использовать Яндекс.GPT. То есть он как раз вопросы закрывает неплохо. Вот, но для бизнеса, если нужно прям классное решение, надо идти к разработчикам. Вот MyMeet.ai, допустим, которые я показывал, собирают такой summary по звонку, они наши, то есть им можно самостоятельно пользоваться, и они работают прекрасно. Вот, если это для бизнеса, то решение отечественное, это сервера и размещение там. То есть, вот. По времени вижу вопрос, сколько длится настройка роботов. Да-да-да. Зависит от задачи. Самое быстрое внедрение на, как там, на Диком Западе и так далее у нас было там за три часа, когда мы прям садились и обучали нейросеть, там было несколько человек, там была очень важная задача. Когда собственник бизнеса поехал на какую-то конференцию, где ему план поставили по деньгам в течение недели, там в формате кэмпа они работали, он такой, блин, мне уже завтра заявки нужны. Вот, ну мы им, конечно, в качестве там особых условий сделали. Вот, а так в среднем настройка занимает три-пять дней вместе с изучением всех деталей, процессов. Вот, это может занять там до двух недель в том случае, если мы внедряем больших, тяжелых, таких, но очень важных роботов, которые обрабатывают входящие звонки. Или когда нам нужны будут АБ-тесты. То есть, мы должны сравнить скрипты, понять, что работают лучше, какие-то фразы доработать, вот, больше на входе данных получить. Тогда это занимает больше времени. Ну вот еще то, что ты говорил про то, что индивидуальная разработка, например, создание энергии, мне кажется, это сейчас там будет актуально крупным брендам федеральным, так, где там политика безопасности. Ну, они этим занимаются. Да, да, ну и вот как бы это для них такой продукт. Мало-средний бизнес, конечно, беретовые решения, потому что это уже как бы с кейсами, с опытом отлажено. И вот, так, у нас еще вот вопрос, возможно, база UDS неоцифрованных гостей на роботе переоцифровать, как производится настройка. Ну, по сути, тут у нас с тобой, смотри, общий такой вопрос, я так понимаю, о чем речь, выгружаются клиенты, которые по номеру телефона копят баллы, то есть они пассивные учащиеся в системе лояльности. И с ними как бы что-то надо сделать. Ну, я так думаю, это как бы что-то а-ля чат-бота, может, или даже голосового бота, да, который объяснит, например, выгоды системы лояльности, свяжутся с этим клиентом. Да, тут, конечно, такая... Здесь, да, Алексей, если так чуть подраскрыть, надо просто понять, какая задача вот именно от этого отходить и какая сфера. То есть если у вас сфера, где люди там, ну, склонны к звонкам и в целом берут рубки, там, опять же, если брать там логистику, в том числе какие-то ниши, там, связанные с обучениями, в целом люди адекватно относятся, вот. Можно настраивать как раз разговорных роботов, да, и там квалифицировать. Вот, по поводу связки с UDS, можно посмотреть в сторону интеграции, то есть у нас достаточно в формате Excel-базы вообще взять там номера, чтобы запустить через нашу платформу звонки, и в целом вы можете потом дальше самостоятельно это делать, мы доступ передаем. Вот, если говорить про звонки, если про текстовых ботов, ну, такая же история. Вот, если вы ведете еще базы клиентов дополнительно, там, в других CRM-системах, возможно, тут такие есть, как раз коллеги Bitrix, Ama, да и в целом другая любая система, тоже можно настроить. Там при изменении статуса как раз клиента, там, допустим, целевой-нецелевой, или, там, не пришел на встречу, ну, то есть понять, какой этап звонки у вас и какой следующий. И вот он при переходе из этого этапа в следующий может активировать бота. Ну, то есть если, там, к примеру, заявка упала к вам в CRM, робот сразу ее обработал. Ну, то есть в таком ключе. Вот, по поводу чата GPT UDS, ну, тут надо, на самом деле, коллеги из UDS большие молодцы, и я думаю, кто работал с заполнением карточек, видели, что частично уже внедрение есть. Я знаю, что RAT и его команда много делают шагов как раз внедрения этого модуля, и я думаю, скоро будут появляться новые решения. Вот, поэтому здесь вопрос можно коллегам задать, и мы сейчас параллельно еще думаем тоже, как наши сервисы объединить. Вот, чтобы это было. Я вот этот вопрос в конце и хотела тебе задать. Что такое делать крутое вместе, чтобы это уже было, ну, таким, как сказать, в маркете UDS, в маркете каких-то дополнительных сервисов, там, или интеграций, чтобы был какой-то тоже вот, какое-то уже решение, которое почти всем актуально, да, ну, будем считать, там, практически всем клиентам. Вот это кайф, потому что все хочется вот этой одной кнопочкой. Да, да, да. Мы все приходим в бизнес, чтобы не работать. Да. Ну, вообще идеально, да, это с минимальными. Мы тут недавно просто с коллегами искали определение в Википедии, что бизнес – это все-таки извлечение прибыли с минимальными ресурсами, с максимальным результатом, да, поэтому здесь... Да, 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 конечно. Вот, Алексей, я сейчас добавлю вкратце, чтобы вопрос без ответа не оставить. Да, Алексей, вообще пить можно, можем прямо отдельно обсудить, проговорить. Вот, как и голос хорошо работает, так и текст. Поэтому, ну, если будут вопросы, там, контакты есть, если контактов нет, коллеги поделятся, можем прямо разобрать. Вот, вообще пить активно используется, там, и сейчас сушимастер активно в НПС, да, использует. Ну, и много других компаний, там, фри-кампани, может быть, знаете, второй проект Бэкстарбургера, вот, там не только работа с клиентами, но и продажа, там, франшизы была, поэтому, ну, решения много. То есть надо прямо смотреть и, ну, тут поделимся экспертизами. Угу, супер-супер. Так, Платон, ну что, я, конечно... Давайте в финале, да, а то у нас премия. Не буду тебя мучить вопросами. У кого-то созвоны еще запланированы. Тут хоть и спрашивали примерно, сколько это там стоит, я думаю, абсолютно бесполезно, потому что, как и в UDS, да, мы приходим к предпринимателю, что там за задачи, что там уже на текущем варианте есть, точка, а какая-то, ну, и какие-то будут инструменты, это все сугубо индивидуально, это надо понимать. Мне кажется, лучшим будет решением просто пойти к вам на консультацию. Ну, по стоимости тоже могу сориентировать. Я не стою части людей, которые, там, ответим вам в директ. Да-да-да, любимая. Да, у нас стартовая стоимость, там, 49 тысяч за внедрение, это прям с нашей экспертизой, с аналитикой и так далее. Там зависит уже от решения, которое мы внедряем, вот. Ну, и, соответственно, расходы ежемесячные только за использование, там, либо диалогов, либо минут и так далее. То есть никаких дополнительных сборов нет. У нас классная интеграция с чатом GPT, и вот текстовый бот работает как раз в связке, и мы даже для наших клиентов до конца года включили все расходы на чат GPT прям в стоимость, и там получается супер выгодно, независимо от объема токенов. Ну, вот, кто, может быть, уже дальше посмотрел, знает, что у чат GPT в бизнесе есть токены, вот. И мы не ограничиваем наших пользователей, там, если у вас даже суперсложные беседы, welcome. То есть мы готовы все обработать. Классно. Тебе огромное спасибо, что ты пришел к нам, что у нас все состоялось. Спасибо тебе за поддержку. за настройку. Все отлично прошло. Мы обязательно, я вот теперь жду за вас. Да, спасибо вам, коллеги, что подключились. И своим клиентам и нашим партнерам точно сегодня еще раз скажу и порекомендую посмотреть и поближе познакомиться, обратиться к тебе. Потому что актуально, мне кажется, каждому бизнесу. Пока-пока. Спасибо всем, кто пришел. Всем хорошего дня. До результативных встреч. Вот, и увидимся. Взаимно. Благодарю.